МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил с рабочей поездкой наш муниципалитет. Согласовали проект в целом, как планируем. Надо небольшая, но популярностью пользуются. В здании администрации состоялось награждение представителей организации строительной отрасли. У нас за год добавляется порядка 20 тысяч населений. Это тоже ваша заслуга. На учебном полигоне МЧС в Апаренках завершились соревнования школы безопасности. Практически каждый из них – это уже готовый спасатель. Он в дальнейшем в своей жизни сможет применить свои знания. Депутат Московской областной думы Владимир Жук с рабочей поездкой посетил Ленинский городской округ. В ходе нее он встретился с местными жителями, проверил готовность к началу учебного года развилковской школы и проинспектировал ход строительства нового учебного заведения в Дрожжино. Его сопровождала и наша съемочная группа. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единой России» Владимир Жук – частый гость в Ленинском городском округе. Он привык узнавать о том, что происходит в муниципалитете не из официальных отчетов, а общаясь с людьми. Школа в развилке по праву считается одной из лучших в округе. Проверка готовности ее к учебному году стала первым пунктом рабочей поездки депутата. Увиденным в школе он остался удовлетворен. Вопросы вызвало состояние сеток на стадионе, но этот недочет исправят в ближайшее время. На воротах бы неплохо поменялись. На воротах закуплено, да? Нет, вот большая. Или ограждающая? На воротах тоже. А так все хорошо. Дело в том, что много очень народу приходит на эту площадку. Очень много. Весь поселок. Следующая остановка – в деревне Дроздова. Здесь местные жители мечтают обновить детскую площадку. Старая поставлена много лет назад и пришла в негодность. К Владимиру Жуку люди обратились с просьбой посодействовать. В скорейшем воплощении давней мечты детей и взрослых. Согласовали проект. В целом, как планируем. Надо небольшая, но популярностью пользуются. Здесь деревня нам очень нужна. Тут, естественно, очень много деток. А в летнее время особенно. На каникулы детки приезжают. Позволите вашу поддержку, чтобы это нам удалось в этом году реализовать. Еще один важный визит, запланированный в нынешнем графике – посещение строящейся школы в Дрожжино. Она практически готова. Ведутся отделочные работы, собирается мебель. Но особенно сейчас, в преддверии начала учебного года, важно держать руку на пульсе. Поговорить со стройщиками, с подрядчиками, если какие-то трудности, нет ли нарушений в графике. Потому что инфраструктура, когда появляются новые жилые комплексы, это задача номер один для всех органов власти. С самого начала строительства школа находится на контроле у представителей партии «Единая Россия». И можно быть уверенными, 1 сентября она откроет свои двери для ребят. Максим Козлов, Кирилл Ванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ленинский городской округ – один из самых динамично развивающихся в Московской области. Здесь ведется активное возведение жилья и объектов инфраструктуры. А потому и День строителя для руководства округа – праздник особый. В здании администрации муниципалитета состоялось награждение представителей организации строительной отрасли. В качестве высокой оценки их труда глава Ленинского городского округа вручил собравшимся памятные подарки, почетные грамоты и благодарности главы округа. Округ у нас, и это констатируется везде в Московской области, самый быстро растущий из всех почти шести десятков. У нас за год добавляется порядка 20 тысяч населения. Это тоже ваша заслуга. Также лучшим из лучших были вручены благодарности от депутатского корпуса округа. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко обратился к собравшимся с теплыми словами. Всем хочется пожелать от всей души успешного завершения всех начатых проектов и, конечно, будущих, творческого, нестандартного, неординарного подхода к реализации всех поставленных перед вами задач. И, конечно, положительного отклика от наших жителей о вашей работе. С праздником! Напомним, День строителей ежегодно празднуется во 2-е воскресенье августа. С 1-го по 10-е августа на учебном полигоне МЧС в деревне Опаренке проводились соревнования среди школьников со всей России под названием «Школа безопасности». Все эти дни ребята жили в полевых условиях и проходили конкурсные испытания. В последний день мероприятия состоялось торжественное награждение победителей. Всероссийские соревнования «Школа безопасности» проводят уже в 17-й раз. В этом году они впервые проходили на учебном полигоне МЧС в Ленинском городском округе. В течение 10 дней команды школьников из 8 федеральных округов состязались между собой за звание лучших. Практически каждый из них – это уже готовый спасатель. Он в дальнейшем в своей жизни сможет применить свои знания, свои умения, независимо от того, будет он дальше работником МЧС, сотрудником МЧС или не будет. Но он уже умеет спасать жизнь, он умеет оказать первую помощь, умеет правильно повести себя в ситуации и не только остаться самому в живых, но и спасти людей, которые в окружении. Среди дисциплин, в которых соревновались ребята, были поисково-спасательные работы, оказание первой помощи, пожарная эстафета и полоса препятствий. Также необходимо было проявить навыки ориентирования на маршруте выживания, что, по словам участников, было самым сложным испытанием. В финальный день проходило награждение победителей. Чтобы попасть на эту сцену, ребята проделали большой и сложный путь. Школа безопасности развивается также и в нашем округе. Сначала проходят муниципальные этапы соревнований, проводятся областные этапы соревнований, далее по федеральным округам. И уже победители соревнований Школы безопасности в федеральных округах выступают на всероссийских соревнованиях. Победителями соревнований в командном зачете в старшей группе стала сборная Липецкой области. Готовились мы почти каждый день к этим соревнованиям, начиная с мая месяца. Ездили на стадион пожарно-прикладного спорта, также плавали на рафтах отдельно. А среди младшей группы лучшими стали ребята из республики Мариэл. Залогом успеха они считают командную работу и отмечают большой вклад в победу своих тренеров и наставников. Это заслуга всего нашего субъекта, республики Мариэл. Всем большое спасибо за труд, за поддержку. Ну а ребята, конечно же, сделали от себя все, что могли. Все возможное и невозможное. По статистике, многие из участников соревнований в будущем связывают свою жизнь со службой в структуре МЧС. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Сегодня у нас в гостях Дмитрий Кузьмин, детский невролог, врач Видновской районной клинической больницы. И мы поговорим о приближающемся учебном годе. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел затронуть такую тему. Те дети, которые только сейчас пойдут первый раз в школу, будучи еще, ну, закончив детский сад и переходя в школу, для них это совсем новая жизнь. Как, с чем они столкнутся, с какими психологическими проблемами? Да, это очень трепещущая, животрепещущая проблема как для родителей, так и для ребенка. Для родителей, как собрать ребенка и отправить в школу, а для ребенка, как он придет, как адаптируется в новом коллективе и как в дальнейшем будет осуществляться его познавательная деятельность в школе. Сейчас много приходит детей к нам в поликлинику для оформления документов для школы и все. И при осмотре приходится много выяснять, как у родителей, так и у детей, то есть как ребенок воспринимает окружающую обстановку, как он реагирует на сам процесс осмотра, как он интеллектуально разит. Это очень важная составляющая и плюс здесь учитываются другие соматические заболевания, которые в дальнейшем будут сказываться на учебе у ребенка. А на что стоит обратить внимание родителям, чтобы избежать каких-то проблем у детей? Ну, прежде всего стоит обратить внимание родителям на то, как идет вообще подготовка к школе, как психологически родители настраивают ребенка к школе, то есть как поддерживают его при походе в школу. Потому что иногда ребенок приходит, спрашивая, честно, конкретно, хочешь идти в школу? Не хочу. Хочешь идти в школу? Да, хочу. То есть разные, абсолютно по формату, по складу дети приходят. И когда они все соберутся в детский класс и будут заниматься очень сложно. Их будет с ними, с каждым индивидуально заниматься. Поэтому родители сам уже на этом этапе должны потихонечку, постепенно… Как минимум какие-то беседы проводить. Беседы проводить. И говорят, что ты вот пойдешь в школу, ты будешь хорошим там мальчиком или хорошей девочкой. Во время вашей практики замечали ли вы такое, что у тех детей, которые уже учатся в школе, вот они пошли на каникулы, два месяца предоставлены сами себе. И как-то они, может быть, психологически расслабляются за время каникул? И насколько им сложно снова вернуться в школу, сесть за парт? Ну, смотрите, психологически расслабляются как? Я понимаю, когда ребенок находится в хорошем окружении, то есть у него есть физические нагрузки. Он бегает, футбол играет, по полезными делами занимается. Он укрепляет физически себя, соответственно, укрепляет и нервную систему. Но когда ребенок, уйдя на каникулы, не читает книги, а сидит просто в гаджетах, в телефонах, и это весь день, то здесь ребенок не отдыхает. Он, наоборот, перегружает свою нервную систему. И придя в школу, то есть начав воспринимать информацию, у него нет такого большого интереса это все воспринимать, потому что он привык находиться в другом формате. Большое спасибо за эту встречу. Надеюсь, что информация будет полезна для наших телезрителей. Я напоминаю, что у нас в гостях был детский невролог, врач Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин. В детском лагере «Лесная сказка» прошел показ мод лета 2023. В дефиле приняли участие юные модели в возрасте от 7 до 12 лет, которые показали гостям мероприятия необычные костюмы, созданные из полиэтиленовых пакетов. За модными тенденциями наблюдала и наша съемочная группа. Для создания этих платьев не понадобились ткани и швейная машинка. Костюмы в виде цветов и бабочек были созданы из разноцветных полиэтиленовых пакетов благодаря фантазии юных дизайнеров. Сложно было это вообще делать платье и разрывать пакеты и мерить. У нас было всего лишь два вечера, так что за один вечер вчера мы его сделали. Модное дефиле было организовано на территории детского лагеря «Лесная сказка». 15 участниц выходили на импровизированный подиум, чтобы продемонстрировать свой уникальный наряд зрителям. Юные манекенщицы рассказывали ведущим о своем костюме и кто им помогал в создании необычного образа. Анечка, расскажи нам о своем платье, как вы его назвали и кто твой модельер. Мой модельер – моя бабушка и мы его назвали вечерним платьем. Свой наряд 9-летняя Ярослава Кузнецова назвала «пиковая дама», так как девочка очень азартная и любит конкурсы. Друзья помогали им тоже просто идти на подиум. Так я боялась просто выйти. Мне сказали, чтобы я не боялась, чтобы я вышла на подиум и все сделала на отлично. Платье Ники Николаевой называется «Черное золото». Рассказывает, экстравагантный костюм разрабатывали вместе с мамой. Было чуть-чуть сложно сделать платье и играть на флейте, потому что я треслесс, я очень волновалась и могла сыграть неправильно. Во время красочного праздника свои творческие способности продемонстрировали не только модницы, но и все участники летней смены. В нашем лагере две смены, 60 человек. Ребята отлично проводят время, отдыхают весело, задорно, на свежем воздухе. Торжество красок и фантазии завершилось награждением участниц и вручением подарков. Модные тенденции оценили Наталья Буслаева, Максим Константинов, Видное ТВ. Накануне Дня физкультурника сотрудники историко-культурного центра совместно с телеканалом Видное ТВ записали новый выпуск проекта «Стихи живут». На этот раз произведение читала спортивная семья Хабузовых. О том, что из этого вышло, расскажет Юлия Пагасян. Три поколения мужчин семьи Хабузовых связали свою судьбу с футбола. Для них это не просто увлечение, а целая философия. Об истории Владимира Старшего, его сына Алексея и юного Володи, авторы проекта «Стихи живут» узнали благодаря выставке «Футбол – это жизнь», расположенной в сквере «Юность». Сразу решили, именно эти люди станут героями 49-го выпуска. Принято говорить, что в здоровом теле здоровый дух, но мне кажется, что русский дух здоровый, высоко нравственный, как раз и тело подтягивает к подвигу. И спорт – это мощное средство консолидации общества, собирания общества. Поэтому работа спортивная с маленькими детьми, с такими, как сегодняшний наш чудесный герой, очень важна. Читали герои проекта отрывок песни «Спортивный марш» из кинофильма «Вратарь». Патриотичные строки, наполненные любовью к родине. Ну-ка, солнце, ярче бризни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни успевай, не задерживай шагай. Ну-ка, ветер, кладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может быть моложе, если ветра веселого хлебнуть. Ну-ка, дождик, теплой влагой, ты умой нас огромную рукою, напои нас всех отвагой, а не в меру горячих успокой. Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. «Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Физкультура, физкультура, ура, ура, будь готов. Когда настанет час, бить врагов. От всех границ ты их отбивай. Левый край, правый край, не зевай». За годы существования проект «Стихи живут» объединил сотни людей разных возрастов и профессий. Организаторы уверены, литература способна творить чудеса. Она как лекарство для души. Юлия Пагасян, Тамара Абидова, Кирилл Обанов, Максим Константинов. Виднетв. И в конце выпуска расскажем о мероприятиях, предстоящих выходных. В субботу, 12 августа, в День физкультурника, жители и гостей Ленинского городского округа приглашаем принять участие в большом спортивном празднике. Соревнования по бегу, северной ходьбе, велогонкам и многим другим видам спорта пройдут в парке Опаренки и на стадионе «Металлург». Официальное открытие в 10.30. Юных жителей округа ждет большая развлекательная программа и конкурс рисунков на асфальте в Центральном парке. В 16 часов разминку для подрастающего поколения проведет олимпийский чемпион Евгений Рылов. К 16 часам участники ежегодного фестиваля «Территория спорта» приглашают всех любителей здорового образа жизни на площадку у кинотеатра «Искра». Там пройдут тренировки на открытом воздухе от ведущих фитнес-клубов округа. Поклонников футбола ждут на стадионе «Металлург» в 18 часов. В рамках чемпионата Московской области команда «Металлург Видное» сыграет с «Востоком» из электростали. Для тех, кто любит спокойно провести выходные, 11 августа с 16 до 18 часов в поселке Совхоза имени Ленина будет открыт библиотечный дворик в программе мастер-класса «Рисунки на асфальте» и «Викторины». А 12 августа в 15 часов в Расторгуевской библиотеке ждут старшее поколение на очередную встречу клуба «Золотой возраст». Проведите выходные с пользой для себя и своих близких. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.